Безопасно и комфортно в деревне Марусино вдоль улицы Заречная проложили новый тротуар. И теперь местные жители могут безопасно и самое главное в любое время года ходить вдоль проезжей части. Григорий Ворванин продолжит. Еще месяц назад жители окрестных домов только мечтали о тротуаре на улице Заречная в деревне Марусино. Мария Безрукова вспоминает, до ближайшего магазина приходилось в прямом смысле добираться. Летом по траве, зимой рискуй жизнью по проезжей части. Сейчас передвигаться вдоль улицы стало удобно и не только пешком. Без коляской, с самокатами. У меня двое детей, у нас просто старшие садики. С двумя вообще удобно, хорошо. Не опасаясь того, что ребенок выскочит на дорогу и машина поедет как раз. Правда, пока не все местные жители выбирают безопасный путь. Тротуар есть, а вы идете по привычке по проезжей части или как? По привычке. Ну ездит тротуар. Удобнее, намного. Протяженность нового тротуара 420 метров. Вдоль него оборудованы пешеходные переходы и пандусы для колясок и велосипедов. Чтобы построить на этом участке тротуар, одного только желания было недостаточно. Пришлось договариваться с жителями и передвинуть забор на несколько сантиметров от дороги. Дорога здесь узкая. Она исторически так сложилась. И здесь не было предусмотренного тротуара. Ну, как во всех деревнях. Понятно, что кругом частной территории есть свои трудности. Потому что ни один частник не хочет уступить ни сантиметра своей земли. Все борются за эту землю. Но, тем не менее, нам это все как-то удалось. Было принято определенное решение по обращению жителей. Они говорят, тротуар хорошо, переход хорошо. Но вот бы еще и освещение. Глава дал команду, чтобы вот на столбах, которые мы видим, тоже вдоль тротуара, это было освещение. В текущем году в городском округе запланировано строительство 36 дорог. Проложат и тротуары. Их обустроят на 18 улицах. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.